Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы с вами поговорим о таком явлении или историческом месте и событиях, которые, в общем-то, все для нас с вами объемлются таким выражением, которое мы чаще и чаще последнее время слышим в самых разных, зачастую каких-то неожиданных и непредсказуемых местах. Это выражение, которое сейчас буквально стало, что называется, на слуху, передается из уста в уста и используется надо и не надо, по случаю и не по случаю, к месту и не к месту. Это название, упоминаемое в Священном Писании, как Армагеддон. Многие неоднократно слышали это слово, но ассоциация, которая у них вызывает, это либо какой-нибудь фильм ужасов или фильм катастрофы, либо какая-нибудь компьютерная игра, и я, так сказать, слышал, что есть подобного рода какие-то там игры, которые используют это выражение. Ну и вообще в средствах массовой информации оно достаточно часто мелькает здесь и там, подразумевая под собой то какую-то ядерную войну, существует такое выражение ядерный Армагеддон, вот, то просто какие-то такие масштабные сражения, то какой-то конец света в результате природных или рукотворных катаклизмов. Все это принято вот припечатывать таким звучным хлестким словом Армагеддон. Зачастую те, кто использует это слово, ну не особо-то и сильно задумываются о том, откуда, собственно говоря, оно попало в наш лексикон, где его корни и почему, собственно говоря, вот оно стало использоваться как вот такое нарицательное понятие, которое сейчас, ну в особенности в связи с теми конфликтами, которые происходят в нашей с вами окружающей нас действительности, со всеми этими страшными войнами, с этими угрозами постоянными начала третьей мировой войны или даже с заверениями о том, что она уже началась и идет, просто мы не совсем это как-то успели понять. Вот это выражение всплывает вновь и вновь. Армагеддон, Армагеддон нас все время этим словом как-то пытаются напугать или впечатлить. Но мы с вами, естественно, как православные христиане должны обратиться к первоисточникам, откуда это слово произошло. Само слово Армагеддон, оно содержится в такой очень таинственной, сложной, на самом деле, очень для понимания книги Нового Завета, как Апокалипсис или Откровение о Богословах. Ну, само слово Апокалипсис тоже, в общем, как мы знаем, сейчас применяется надо и не надо. И, в общем, по поводу и без повода такое тоже, в общем-то, модное в каком-то смысле словечко, которое зачастую тоже люди употребляют совершенно не задумываясь о его происхождении. И тоже под Апокалипсисом начинают подразумевать какие-то страшные грядущие события. То ли он уже наступил, то ли вот скоро наступит. В общем, Апокалипсис. Апокалипсис, ну, давно уже случился и наступил в каком-то смысле, поскольку Апокалипсис — это откровение в переводе. И это откровение было дано святому апостолу, евангелисту, Иоанну Богослову, все-таки уже согласно церковному преданию в самом конце первого века нашей эры или, может быть, в самом начале второго века, поскольку, как мы знаем, Иоанн Богослов — это самый такой отличившийся долгожительством из всех святых апостолов. И, ну, вот, собственно, в переводе с греческого это так и есть. Апокалипсис, Апокалипсис — это откровение. Но вот это откровение, ну, конечно, эта книга является достаточно сложной для понимания, и в том числе потому, что, конечно, нынешние ее читатели, ну, не находятся настолько вот в тех образах, в тех аллюзиях ветхозаветных, в первую очередь на книги святых пророков, которыми вот эта книга Иоанна Богослова полна. На самом деле, если начинать как-то рассматривать ее в контексте книг, других книг Ветхого Завета, то многие такие тайные зашифрованные образы, ну, становятся намного более понятны. Но это совершенно отдельная тема, отдельная работа, отдельный труд, который мы сейчас не готовы посвятить наше и ваше время и внимание. А мы сейчас с вами действительно сосредоточимся на вот этом единственном уникальном выражении, которое содержится в 16 главе этого самого апокалипсиса, то есть откровения Иоанна Богослова, и находится там в связи с повествованием святого евангелиста о неких таких вот открытых ему событиях, ну, очевидно, последних времен человеческой истории, связанных вот с такой действительно последнюю битвою, в первую очередь духовную битву и, возможно, и земной битвы, сил добра и зла, сил, так сказать, тех, которые будут олицетворяться Антихристом, которому даны, уста гордые и превозносящиеся, и теми нечистыми духами, которых откровения рисуют в образе жаб и всяких прочих таких каких-то не самых приглядных земных существ, которые в этом образе отправляются для того, чтобы прелестить всех царей и властителей земных, и вместе с Антихристом собрать их на брань против Сына Божия, против всадника, в образе которому он предстает на страницах откровения, и его святого воинства в местечке, которое по-еврейски называется Армагеддон. Что же это за такое вот место Армагеддон? Насколько оно реально, насколько оно существует, насколько мы вправе понимать этот Армагеддон в буквальном его значении? Надо сказать, что в Священном Писании нигде более мы с вами не найдем это выражение Армагеддон. Однако, если мы к нему присмотримся внимательнее, то мы поймем, что это выражение составное. Оно состоит на самом деле в еврейском языке из двух частей. Ар или Хар, ну, в зависимости от того, так сказать, как именно произносится это старинное еврейское слово, это гора. А Мегеддон или Мегеддон – это название вполне географическое, историческое название, которое мы с вами несколько раз встречаем в тексте Священного Писания. И, как ни странно, и, кстати говоря, очень примечательно, еще до того, как вообще этот текст начал создаваться в том виде, в котором мы сейчас с вами можем его читать для собственного назидания и спасения. Мегеддо – это действительно место, имеющее четкую географическую локацию и по сей день. Но только его название звучит не как Ар или Хар Мегеддо или Мегеддон, а как Тель Мегеддо. Потому что на самом деле это Тель. Мы с вами уже в наших беседах, в общем-то, как бы выясняли, что такое Тель. Но сейчас хотя бы кратко напомним для тех, кто, может, не имел возможности с подобными беседами ознакомиться. Итак, Тель отличается от горы тем, что Тель – это холм искусственное происхождение. В основе его, как правило, действительно лежит какая-то естественная возвышенность, но далее она начинает нарастать за счет того, что поселение, которое существует на вершине этого холма, оно в течение своей истории многократно разрушается. Постройки, которые были разрушены, никуда не вывозятся, а просто, так сказать, трамбуются и составляют собой очередной слой, который еще и все больше и больше с течением истории увеличивает высоту этого искусственного холма Теля. Ну, в случае Мегеддо там что-то порядка 37, насколько я помню, различных вот этих вот уровней, в течение которых действительно город может быть рассмотрен как такой своего рода освоенный пирог. Да, вот один уровень заселения, другой, третий и так далее. И далее, и таким вот образом создается вот эта вот искусственная все более и более высокая возвышенность, на вершине которой все выше и выше вырастает вот такой новый город, который, в свою очередь, сменяется новыми и новыми постройками. И так, именно вот по подобному принципу строились практически все древние поселения на территории Святой Земли, отчего большая часть из них до сих пор имеет в своем названии вот такую приставку Тель. Тель – это, собственно, холм, а вот Мегеддо – это уже ими, собственно, это название того города, который был на вершине этого Теля построен, но и возник, собственно говоря, в результате вот этого постоянного разрушения и строительства. И вот надо сказать, что Мегеддо впервые упоминается вообще еще в источниках, не относящихся к Священному Писанию. Мегеддо упоминается в египетских документах конца XV века, связанных с царствованием одного из самых блестящих, наверное, военачальников и фараонов эпохи так называемого Нового Царства, времени, безусловного расцвета египетского государства, которого звали Тутмос III. Долгое время он являлся соправителем при царице Хадшапсуд, а впоследствии сделался самостоятельным правителем. Годы его правления, ну, как мы знаем, в общем-то, в египетской хронологии они, в общем, не всегда с окончательной точностью их можно установить, но они относятся к самому концу XV века. И вот, собственно, и этот поход, в ходе которого упоминается впервые вот этот самый населенный пункт Мегеддо, он тоже относится как раз к концу XV века, является одной из самых, наверное, успешных и блистательных военных операций Тутмоса III. Дело в том, что в это время Египет пытается оспаривать с государствами хетов свое влияние на то, что мы сейчас называем Святой Землей, Землеобетованной, Палестиной, вот на эту область Ближнего Востока. Оно в это время заселено ханаанскими и такими сирийскими по своему языку и происхождению племенами. И вот как раз в XV веке под влиянием хетского государства Миттани целая, так сказать, коалиция этих ханаанских царей сплотилась для того, чтобы противостать египетскому владычеству, и свою внушительную армию, свои внушительные вооруженные силы сосредоточила как раз-таки вокруг вот этого города Мегеддо, который таким образом впервые появляется в истории. Мегеддо лежит на краю такой области Святой Земли, которая называется Изриельской долиной. Это вообще-то самая, наверное, такая плодородная часть и область Святой Земли, наряду с Приморской долиной Шфела. Поэтому это такой лакомый кусочек. На, скажем, ее самой такой восточной оконечности этой Изриельской долины у ее исток, у ее начала стоит и высится гора Фавор, а с западной стороны, от побережья ее отделяет хребет гор Кармила. И горы Кармил тоже, в общем-то, достаточно часто это имя звучит и в библейской, и, в общем-то, в более поздней истории как раз все эти кармелитки и кармелиты, которые нам известны по художественным произведениям, в том числе они, в общем-то, свое начало берут с этого самой горы Кармил, с хребта, протяженность которого составляет порядка 40 километров, является частью горных систем Ливана и Антеливана. Ширина примерно где-то километров 8, сам, наверное, в широком месте. Вот высота достигает там, ну, примерно тоже, наверное, где-то 800 метров в самых таких высоких точках. И вот под прикрытием этого Кармильского хребта и на самом краю этой Изриельской долины и стоял вот этот самый Тель-Мегиддо, охраняя, ну, своего рода такой, что ли, западный вход вот в эту долину. Фараон Тутмос, который на тот момент еще только недавно начал применять такое, недавно сравнительно вошедшее в обиход воинские вооружения, как боевые колесницы, совершает совершенно, в общем, такой, ну, извиняюсь за тавтологию, да, беспримерный для своего времени, в общем-то, где-то даже такой гениальный, по меньшей мере вдохновенный тактический ход. Вот он свои боевые колесницы проводит по побережью от города Газы, который на тот момент является частью египетского царства и к которому сейчас приковано внимание всего мира. Вот свой контингент этих воинских колесниц он проводит по побережью до самого Кармила, а там через вот такие обрывистые горные тропы, там, где, казалось бы, эти колесницы с трудом вообще и могли бы пройти, он пересекает этот Кармил и совершенно неожиданно появляется у стен Мегидо, где собрана вот эта коалиция сирийских и хетских царей, уповающих, опять же, на мощь своих боевых колесниц, которые были в этот регион принесены как раз таки хеттами. И вот этот вот фактор неожиданности, он играет совершенно такую вот роль решающую. Благодаря ему, обрушившиеся на ничего не ожидающее, не подозревающее, войско сирийцев, ханаанцев и хеттов, боевые колесницы Тутмоса III, они, в общем-то, достаточно быстро, решительным таким ударом разгоняют всю эту мощь. Ну, затем несколько месяцев осады Мегидо, город пал, земля завоевана, хеты отбиты, и все эти местные князьки и царьки еще в течение нескольких поколений присягают на верность египетским фараонам. Эта блистательная военная операция Тутмоса III вошла вообще практически во все военные христоматии, изучалась всеми, так сказать, кто знакомится с военным делом, как пример вот такой блестяще проведенной военной операции с использованием, в общем, сложного рельефа и фактора неожиданности. Может быть, уже не случайно, самое еще интересное, что действительно эта битва, она, это первый пример полностью документально зафиксированного сражения подобного рода. Поэтому еще она входит во все военные учебники, и там действительно есть что изучать, поскольку, в общем, каждый шаг этой военной кампании был зафиксирован историками и хронистами фараона, и самое главное, в общем, уцелел до нашего времени, что чрезвычайно важно. Поэтому теперь мы с вами знаем, что Микедо сохранилось в памяти еще предшественников евреев на этой земле, которые тоже столкнулись, в свою очередь, с проблемой завоевания этого города во время своей реконкиста, которая последовала уже в XIII-XII веках до Рождества Христова, и впоследствии вот это место является ареной сменяющейся через чередующихся поражений и побед разного масштаба. Долгое время Микедо не может быть никак отбито у тех ходанеев, которые продолжают там сохранять свое господство, благодаря тому, что это достаточно хорошо укрепленная крепость, и благодаря наличию у них боевых колесниц. Ситуация эта резко меняется при царе Соломоне, который делает Микедо, полученный им тоже в качестве такого, ну что ли, подарка при помощи также сил царя египетского фараона, его зятя Сусакима, и Соломон устраивает там одну из своих бронетанковых баз, как сейчас бы сказали, потому что боевые колесницы – это аналог бронетанковых войск нашего времени. Вот Микедо входит в число созданных Соломонов, Соломоном так называемых колесничных городов. И надо сказать, что раскопки, которые были проведены на этом теле, они подтвердили историческую достоверность того, о чем говорится в Библии. Там действительно были обнаружены и древние каменные стоила для лошадей, и ясли каменные, из которых их кормили фуражом, и каменные силостные ямы, в которых заготавливался корм для этих самых лошадей. Ну, после смерти Соломона и в видах поддержки своего ставленника Ирваама, тот же самый фараон Сусаким разоряет Микедо, в числе прочих колесничных городов для того, чтобы избавить себя от такого грозного соперника, которым ставило объединенное царство при царе Соломоне. Но затем уже израильские цари, в составе государства которых находится, и Микедо, они предпринимают усилия для того, чтобы возобновить какую-то такую жизнь и укрепление в этом городе. Но в частности, они и пробивают, вернее, расширяют и углубляют тот тоннель, который существовал посреди этого города, и вел к независимому источнику воды, благодаря которому, собственно, город и мог в течение столь долгого времени выдерживать вот такие продолжительные осады. Сейчас тот тоннель, та шахта, которая ведет к источнику, составляет порядка 70 метров, и еще где-то там вот, ну, то есть его такая общая протяженность, а в глубину примерно 30 метров достигает эта шахта, благодаря которой сейчас можно спуститься к тому источнику, который когда-то питал собою жителей, защитников города Микедо. Ну, наверное, последний раз, когда этот город опять уже после падения Израильского царства, опять появляется на страницах Священного Писания, это уже, ну, вот самые последние главы Четвертой книги Царств, где повествуются о благочестивейшем, на самом деле, прекраснейшем царе Иосии. Царе, который действительно ходил, как говорит Священное Писание, «В заповеди Господник беспорочно стремился о том, чтобы очистить свою землю, иудею, от всевозможных проявлений языческого нечестия, которые успели там распространиться». И это, наверное, действительно один из таких немногих, в полном смысле праведных еврейских царей, которые когда-то правили бы этим народом, и в частности иудеи. В тот момент Микедо является такими самыми северными границами, на которые распространяется влияние его царства. И несмотря на все богодеяния и на все те добродетели, которыми отличалось царство не этого замечательного во всех отношениях государя, все-таки Господь отвергает его ради нечестия Дома Израилева, ради нечестия иуды, ради тех грехов, которые совершили его предшественники, его современники, и которые просто оказались недостойны столь праведного, столь прекрасного государя, которым был царь Иосия. Поэтому Иосия выступает в конфликте очередном между Египтом и Осирией, нововавилонским царством, на стороне своего сузерена, как и вассал нововавилонского царства, вступает в битву с фараоном египетским Нихао, или Нихао, и под стенами Микедо получает, к сожалению, стрелу в гортань, управляя боем со своей колесницей, завезен в город, умирает, и вот с кончиной этого царя вообще прерывается сколько-нибудь такое в скором времени самостоятельное существование Иудейского царства, которое разрывается между двумя вот этими орбитами, между властью египетских фараонов и своими формальными господами, ассирийским нововавилонским царством. И в скорости за этим следует 70-летнее пленение народа, известное из истории Священного Писания как Вавилонский плен. Итак, Микедо, Тель Микедо, достаточно часто фигурирует вообще в истории, в библейской истории, и надо сказать, кстати, не только в библейской истории. Здесь совершаются сражения и в более поздние времена, хотя сам этот город остается незаселенным. Удивительным образом, но к этому месту оказывается привлеченным внимание и в последующее время. Здесь, в Израильской долине, совершаются битвы Наполеона во время его египетского похода в конце 18-го столетия, в самом конце, в 1799 году, при попытке завладения им Палестиной, Израильская долина вновь становится местом кровопролитных сражений между французскими и турецкими войсками. Но наибольшая известность получает так называемая битва при Микедо. Это такая серьезнейшая военная операция, которая была предпринята египетским корпусом британских войск под командованием генерала Эдмунда Аленби. Как раз 1 ноября считается датой, когда эта битва была завершена. Битва между британскими войсками и их союзниками, и турецкими войсками, как союзниками Германии в ходе сражения Первой мировой войны. Генерал Аленби, который успел потерять на полях сражение этой войны своего единственного сына, сделавшись начальником египетского британского корпуса, планирует и осуществляет операцию, которая позволяет полностью отбросить турок из всего вот этого палестинского региона. При этом генерал Аленби идет на совершенно удивительные такие тактические уловки, весьма хитрыми и всевозможными способами, дезинформируя, вот обманывая своего противника, подобно Тутмосу Третьему, и наносит серию своих ударов там, где его совершенно не ожидают. На самом деле битвы этого сражения, известного как сражение при Микедо, совершались и по всей Израильской долине, и у города Афула, и у Назавета, и в окрестностях Фавора, и вообще-то говоря, даже и в пустыне Некев, где партизанским образом действовали отряды сэра Лоуренса Аравийского, и, так сказать, тех арабов, которых он успел склонить на сторону помощи Британской империи и ее войскам. В общем, это масштабная военная операция, ну, в общем-то, просто получила свое название битвы при Микедо, может быть, как раз таки, и дум наверняка даже не может быть, благодаря вот этим библейским, новозаветным аллюзиям на Армагеддон, то есть в представлении британцев, которые тогда сражались с турками, они, безусловно, были олицетворением светлой стороны, ну, надо сказать, что эту амбицию представители этих народностей не утратили до сих пор, воображая себя воинами света, и своих союзников, награждая подобными эпитетами. Ну, как бы то ни было, ну, действительно, Германия, ее союзница Турция, были в том числе в результате этого сражения повержены, а победитель, генерал Аленби, получил титул первого виконта Микедо. До этого никаких таких виконтов не существовало, он оказался первым, кто наследовал подобный титул, и здесь вот опять в нашем сознании, всплывло, наверное, вот такой вот уже пока что последний раз вот это библейское имя, приближающее нас к тому самому Армагеддону, о котором говорит Священное Писание. Были ли все эти исторические события, которые мы с вами вот сейчас так бегло обозрели, но действительно имеющими какое-то отношение к тому Армагеддону, о котором говорит святой евангелист Анн Богослов? И да, и нет. Конечно, все исторические события являются своего рода отражениями либо предвестниками тех духовных процессов, которые происходят в мире, которые достаточно трудно бывает свести ну, каким-то таким локальным обозначением на современной географической карте. Безусловно, само звучание вот этого имени Мегеддо ну, не каким-то вот таким неожиданным или совершенно случайным образом оказалось встроено вот в то понятие Армагеддона, которое предстает перед нами на страницах книги Откровений Анна Богослова. Но, однако, стоит обратить внимание на то, что все же, несмотря на все вот эти существующие исторические параллели и предвестники каких-то вот таких апокалиптических событий, все-таки это место в Священном Писании названо не своим историческим именем. Действительно, Иоанн Богослов, безусловно, как знаток Священного Писания, более того, как знаток, просвещенный именно Духом Святым, знавший Священное Писание не просто, как его знали книжники и фарисеи, но в своем роде изнутри, так сказать, в той полноте, в которой это здание, этот чертог премудрости создавался Духом Божиим, он, безусловно, не случайно включил упоминание этого места, действительно существовавшего и, как мы знаем, упоминаемого на страницах Священного Писания, вот в то понятие, которое он вводит в свои книги «Откровения». Но в то же время он вносит его с тем изменением, которого не знало Священное Писание до него. Он называет его не Мегеддон, не Мегеддон, даже не Тель-Мегеддон, а Ар-Мегеддон. Ну, все, кто видел этот невысокий холмик, безусловно, согласятся с тем, что назвать его горою, ну, по меньшей мере, как-то будет так, мягко сказать, преувеличением. Никакая это не гора, так холмик-закопушка, если уж так сравнивать его с горами. А в особенности на фоне тех действительно кармильских гор, у подножия которых, ну, правда, не прямо у подножия, а на некотором отдалении этот город и этот холм стоят. Можно, конечно, попытаться объяснить это в том смысле, что под Ар-Мегеддоном и горами Мегеддо святой Иоанн Богослов именуют и понимают гору Кармио. Но едва ли это будет исчерпывающим объяснением того смысла, который влагается, вложено в это название святым вдохновенным пророком. Не будем пытаться как-то делать вид, что мы постигли все глубины той премудрости, которые скрыты в этой вдохновенной и таинственной книге. Однако, можно предположить, что Ар-Мегеддон, гора Мегеддон появляется здесь потому, что это все-таки не совсем и не в полном смысле географическое название. Это скорее образ тех битв, которые совершаются между людьми. И вот это последняя, финальная человеческая битва, которая совершенно не обязательно будет выглядеть как реальное столкновение военных сил. Ну, не случайно на той стороне в общем-то нам рисуется всадник, совсем не танкист, артиллерист или ракетчик. Всадник, как оба с Господа нашего Иисуса Христа, говорит нам о том, что это сражение все-таки представляет собой в первую очередь сражение духовное. А вот уже земной проекцией этих духовных битв, этих духовных сражений, которые происходят действительно вместе, Ар-Магеддон, Гора-Магеддон, вместе тесным образом, по смыслу, связанным с реалиями, с реалиями священного писания и еврейского мира, не случайно подчеркивается, что это именно еврейское слово, еврейское название, это указует на, может быть, роль этого народа в каких-то таких последних событиях жизни, существовании Земли, и поэтому не случайно как-то локализует, привлекает наше внимание, ну, скажем, вот, скорее к смысловому полю, которое с этим связано, чем к конкретному географическому положению долины Изриэль и вот этого небольшого холма и давно заброшенного древнего населенного пункта исторического с историческим названием Тель-Мегеддо. Вот это в духовном плане это явление, это место вырастает до горы, не Тель, а Ар, Хар-Мегеддон, поскольку, в общем-то, это как бы прообразует собой уже намного более внушительный и в то же время возвышенный над обычной, так сказать, действительностью масштаб описываемых Иоанном Богословом событий. Поэтому Ар-Мегеддон это имя, которое несет в себе определенные исторические корни, определенную укорененность и в священном писании и даже в общем-то необъятое им в таком буквальном смысле и значении события и до его составления и на много столетий, даже тысячелетий позже. Но, как и многие другие образы, которые существуют и которые упоминаются действительно исторические образы в книге Откровения Анны Богослова, такие как Иерусалим, такие как Вавилон, Содом, все-таки они имеют не столько буквальное одно лишь значение, сколько значение духовное, то значение, которое было открыто пророческому взору великого тайновидца Иоанна Богослова. И поэтому для нас Армагеддон действительно продолжает оставаться не только историческим отблеском и воспоминанием, но и символическим местом и явлением, описанием той непрекращающейся, но в наше время все усиливающейся битвы между силами, духовными силами в первую очередь Господа нашего Иисуса Христа и Его Святого Воинства, в которое, дай Бог, быть причисленным и нам и нам с вами всем, кто произносит или слушает эти беседы и лекции, и с другой стороны противостоят этому святому воинству обольщенные духом Антихристом земные правители. И, к сожалению, и сейчас в нашей современной реальности мы видим, что эти духи в образе жаб уже успели привлечь и заразить влиянием этого последнего, еще, может быть, неявленного в этом мире правителя многих земных правителей. И, действительно, вот этот процесс сбора, смотра и готовности к битве этого обольщенного Антихристом войска, он продолжает, продолжается, совершается вокруг нас в нашей жизни и будет продолжаться еще какое-то отпущенное Господом, Богом для всех этих событий земной и духовной человеческой истории время. Поэтому нам с вами, для того, чтобы резюмировать что ли эту беседу, необходимо с одной стороны, конечно, представлять себе и те какие-то земные предпосылки тех образов, которые содержатся в Священном Писании, и в то же время как-то возносить свое сердце горе на вершины той горы того Армагеддона, да, где будет совершаться и где уже, наверное, совершается эта духовная битва. И нам с вами необходимо с точностью определиться относительно того, на чьей стороне в этой битве мы будем выступать, чью идеологию примем, чье святое воинство сможем пополнить своим присоединением к нему. Дай Бог, чтобы все мы сделали правильный выбор, и чтобы для нас Армагеддон стал не каким-то таким фантастическим ужастиком, но той духовной реальностью, которая откроет нам с вами путь в царствие царя-царей и Господа господствующего, господствующих под именем и титулом, которого предстает в строках и на страницах этой книги и этих ее глав Господь наш Иисус Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Иисус Христос.